Привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас рубрика в ванном Светланы будет уход за кожей, грамотное очищение кожи. Итак, поехали. Сегодня у нас с вами по плану ультразвуковая чистка лица. Я очень давно ее не делала, потому что хотела заказать гель и попробовать с гелем. До этого только без гелия. Хочу сказать, что это как-то малоэффективно. Почитала отзывы, выбрала и сейчас покажу, что заказала. Гель пришел просто отлично запакованный. Давайте скорее его оттуда достанем. Помимо пупырки, флакон еще в дополнительную пленочку запаян, чтобы, не дай бог, не было никаких протеканий. Обожаю такой дизайн средств, когда есть носик-дозатор, когда вот такие красивые минималистичные бутылочки. Прям вот обожаю, девчонки. Удобно же, ну вот удобно. Так, давайте посмотрим информацию. Фокус, вернись, я все прощу, а он не хочет. Девочки, это бренд Ready Skincare Ultra Clean гель. Почему выбор, собственно говоря, пал именно на него? Почему захотелось чиститься с гелями? Потому что лето поры забиваются жутко, несмотря на минимальное количество косметики декоративной, в том числе и тона. Все равно поры жутко грязные. С помощью этого геля можно выполнять ультразвуковую чистку лица, что мы будем сегодня с вами делать. Дезинкрустацию и холодное гидрирование тоже сегодня с вами попробуем. Холодное гидрирование это когда наносим гель и сверху пленочку с вами прикладываем. То есть без воздействия каких-то горячих методик, паровых и так далее. Гель расщепляет все загрязнения, комедоны и так далее, выходит с легкостью. Почитала отзывы. Отзывы хорошие. И представляете, его применяют даже в салонах красоты. Он подходит не только для домашнего использования, но и берут вот эту именно марку, вот этот бренд для салонов красоты. Смотрите, у нас здесь зеленый чай, основные компоненты заявлены и алоэ вера. Давайте посмотрим состав и всю информацию. Вот показываю вам состав поближе. Срок холодности у нас с вами 12 месяцев. И основная информация. Здесь у нас сок алоэ вера. Зачем он нам нужен? Он, кстати, не только хорошо увлажняет, он еще и хорошо отшелушивает омертпевшие частички. Поэтому вещь классная, также противовоспалительный, успокаивающий эффект. Зеленый чай у нас с вами выравнивает тон и борется с воспалениями, регулирует выработку кожного сала. Вот эти все средства для жирной кожи, многие, да, они содержат именно экстракт зеленого чая. Мочевина. Здесь она практически на первом месте, на третьем, да, на четвертом сразу алоэ. Ну, в общем, состав классный. Мочевина вообще тоже мощная вещь, я обожаю ее в косметике. Она увлажняет кожу, делает ее эластичной, способствует повышению гладкости и мягкости кожи. Еще здесь у нас с вами алантаин. Он предотвращает появление раздражения, снимает воспаление, стимулирует обновление эпидермиса и препятствует появлению черных точек. В общем, вот так все интересно. Способ применения у нас с вами, меры предосторожности, ну и противопоказания всего лишь индивидуальная непереносимость. Давайте посмотрим его на момент густоты и так далее. Потом посмотрим, будет ли он растекаться у нас с вами на лице или нет, потому что это тоже важный момент. Некоторые производители делают гель такими жидкими, ими так неудобно пользоваться. Так, все повернуло. Давайте посмотрим. Вот так выглядит гель, и он густой. Вот смотрите, прям какой густой, прям очень густой. Это здорово. Так, по аромату. Ой, у него очень приятная душка, зеленый чай на первый план выходит. Прям такой легенький, свеженький аромат, еле уловимый, не бьющий в нос. Распределяю, когда по коже превращается в водичку. А так он очень плотненький, густой, и это здорово. Так, ну что, поехали. С чего нам нужно начать? Нам нужно, чтобы наша кожа была чистая. Поэтому либо пенкой, либо скрабиком, либо гелем каким-то нам нужно ее очистить. Сейчас как раз вам дам отзыв, давно обещала, на Белита, Сода Эффект, вот эти два средства, которые были недавно в покупочках в Алберис Азон. Здесь у нас скраб для очищения кожи головы соды и скраб соды для глубокого очищения лица. Я и то, и другое средство уже попробовала, могу дать полноценный отзыв. Скраб для головы девчонки класснючий. Он класснючий, и они со скрабом для лица прям похожи. Это такая гелеобразная структура, слегка голубоватого цвета, в которой, если посмотреть, не видно частичек. Вот не видно. То есть гель, как бы и гель. Но они есть, они мелкие, это сода. По сути, это запрос под один корейский бренд. И по сути, можно сделать себе такое средство дома. Берете гель для умывания какой-то ваш, да, любимый, нелюбимый, добавляете туда соду, перемешиваете, чистите лицо, будет абсолютно все то же самое. Когда гель начинает контактировать с кожей, сейчас мы будем с вами это все дело сразу делать, чтобы не отвлекаться от процесса. Вот он такой плотный, голубоватый, да. И он действительно круто, хорошо чистит. То есть вот этих мелких частичек соды здесь миллион. Это такая механическая, вы знаете, чистка лица. То есть здесь прям вот под пальцами миллион этих мелких частичек соды. И они такие вот, кожу царапают. Но я очень люблю такой уход, поэтому мне средство зашло. Они ощущаются. Но если не надавливать, конечно, то такого царапывающего эффекта не будет. Но я люблю, я люблю прям вот до красноты, потому что, потому что почему? Очищение кожи, как я вам всегда говорю, это залог красивой, молодой кожи. Без морщин и так далее, и так далее. Чем лучше вы будете очищать свою кожу, тем медленнее она у вас будет стареть. Именно этот фактор, а не какие-то лифтинг-кремы и так далее. И какие-то волшебные средства. Так, вот видите, его уже не видно, но этих частичек их очень-очень много. Я как следует прохожусь по всему лицу. И смываю. Все, наша кожа чистая и сухая. Это тоже важный момент для ультразвуковой чистки лица. Если у вас есть склонность к высыпаниям, акне и так далее, можно еще хлоргексидинчиком пройтись. И по скрабу очищения для кожи головы белит. Девчонки, тоже очень классный скраб. Из-за того, что частичек много, прям очень хорошо скрабируют. И сода, она и так обезжиривает. Ну, сама по себе, сода и посуду многие моют, да, средства, сода, эффекты и так далее. Волосы остаются чище. Вот мне понравилось. Мне понравился, скраб прям очень зашел. Так, что мы делаем с вами дальше? Нам нужна пищевая пленка. Мы будем с вами делать именно холодное дегидрирование. Обычная пищевая пленка. Ножницы пока нарезаю кусочки. Расскажу вам, почему именно с гелем решила делать. Ну, гель, он рассчитан на то, чтобы подготовить кожу к очищению. Он практически имеет тот же эффект, что мы будем лицо распаривать. Самый неподходящий момент. Вот. Разрыхляет верхний слой эпидермиса. И лопаточка от ультразвукового прибора у нас с вами скользит тоже очень легко. Именно благодаря структуре геля. Так, дальше что у нас? Подготовка кожи к процедуре и способствует лучшему очищению лица. Вот смотрите, вот такие полосочки нарезаю. В принципе, мне достаточно, наверное, будет 2 штучки. Сейчас посмотрим на подбородочек. И здесь еще состав классный именно у геля Rediskincare, потому что здесь еще ухаживающие компоненты, и подходит он абсолютно любому типу кожи, в том числе и чувствительный. Что мы с вами делаем? Мы наносим гель. Ну, я на пальчики. Распределяем по коже. Видите, он не течет. Это плюс несомненный. Распределяем по коже. Так. Особенно, где есть проблемы, которые нужно почистить. Так. Все, берем пленочку. Берем пленочку. Наверное, все-таки мне 3 кусочка надо будет. Хотя нет, можно сейчас вот так с носом попробовать. Дышать не очень удобно. Надо себе прорезь сделать. О! Точнее, задохнулась. Так. Вот таким образом. Подбородок тоже там часто. Всякие кайки бывают. И этот у меня пойдет на лоб. Вот так. Все. Теперь мы будем ходить с вами минут 20. Пока у нас все с вами под пленочкой будет растворяться. Говорить тоже неудобно. Кожа станет более рыхлой. Так. У нас с вами способ применения. Нанесите гель на очищенную кожу лица. Проведите процедуру согласно протоколу. После проведения процедуры смойте остатки геля водой. Максимальное время выдержки геля на коже не более 20-30 минут. Поэтому буду я его держать минут 15. Потом с вами начнем, собственно говоря, саму процедуру очищения. Пошло 15 минут. Снимаем пленочку. И начинаем непосредственно саму чистку. Геля на лице много, я его ощущаю. Так. И поехали. Ватный диск, чтобы показывать вам, сколько всего насчищаю. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Гель оставался жидким и до сих пор местами все нормально, лопаточка скользит, он есть, он не высыхает и это тоже очень классно. Еще один плюс, он во время процедуры никуда не растекается, не стекает, то есть вы не обляпаетесь, все в этом плане очень хорошо и комфортно. Но если у вас очень сухая кожа, то можно нанести просто гель слоем потолще, но так рекомендуют производители в карточке товара, слоем потолще и можно в процессе добавлять водичку. Но вообще никакой надобности нет, я не скажу, что у меня сейчас кожа какая-то жирная или сухая, она нормальная, поэтому все отлично. Понравился девчонке, понравился, прям вообще супер, ставлю твердую 5 из 5, мне очень понравилось, сейчас я вам покажу ватный диск, сколько я всего насчищала, это с учетом того, что я ежедневно 2 раза в день чищу кожу очень хорошо, то есть я за этим прям слежу капитально, у меня чистая кожа, я мало того могу сказать с уверенностью. Но сейчас я вижу, сейчас остатки гель еще с вами смоем, что поры, они просто, они идеально чистые, видно вам не видно, не знаю, но они прям просто идеально чистые, вот это тоже огромный плюс. В Red Skincare, кстати, есть еще свои аппараты, тоже классно, кто не приобрел себе такой умный гаджет для чистки кожи лица, то можно присмотреться, понравился, идеальное соотношение цены и качества, прям супер. Сколько у меня всего она выходила, представляете, вот эта вот большая часть, это с носа, вот так, то есть как лицо не очищай, как поры не чисть, посмотрите, все равно, вот так и выходит, вот это да. Без геля у меня таких результатов не было, скажу честно. Все, смыла остатки геля, кожа прям вообще до скрипа. А, кстати, у них, девчонки, еще продукты не тестируются на животных, я знаю, для многих это важно, есть значок, поэтому вот так. Так, что теперь, я вам обещала еще в распаковке заказа рандеву, что мы с вами вместе протестируем масочку от Аравии, вот такая вот классная, я знаю, многие девчонки любят маски от Аравии, это подтягивающая с коллагеном гиалуроновой кислотой. Нам с вами по-хорошему после чистки нужно какое-то успокаивающее средство, сывороточку, масочку и так далее. Мы сделаем с вами маску, артикул 6220, у Аравии есть артикул, вот так она выглядит, я тоже ее уже пробовала, мне понравилось. У нас с вами сегодня сплошные гели, это тоже плотная гелевая консистенция, с приятной еле уловимой одушечкой. Наносим на лицо, я такие продукты наношу и навеки, там тоже нужна подтяжка с коллагенчиком. Коллаген вещь тоже классная. Как раз пока походим с масочкой, кожа успокоится, будет чистая, классная, красивая кожа, как я люблю качественный уход, особенно очищение. Вот и все. Теперь ходим 15 минут, будем масочку смывать. Она, кстати, после чистки пощипывает, но это понятно, у нас с вами все там немножко пока раздражено. Такие процедуры лучше делать на ночь. Прошло 15 минут, кожа немножко подуспокоилась. Гель кое-где кожа прям съела, впиталась, смываем. Чисто, чисто красота. Девчонки кожа просто светится чистотом, здоровьем, лоском. Теперь привычный уход, любимый тоник, те средства, которыми вы пользуетесь, которые вам комфортно. Масочка, кстати, очень легкая, она вполне себе подходит на лето и даже на жару прям просто прекрасно. Кожу протонизировали, очень чистые, девчонки, вот просто вообще. Я прям в зеркало смотрю и нарадоваться не могу. После таких процедур прям полный кайф и релакс. Гелем, девчонки, осталось довольно прям на все 100. Средства белорусские соды тоже классно работают, могу смело рекомендовать. И масочка тоже очень достойная, прям очень достойная от Аравии. Еще такая огромная туба, все супер. На все средства из сегодняшнего обзора, из сегодняшнего ухода оставлю ссылочки под видео. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всех люблю, целую, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok